МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новая смерть. Уже два саровчанина стали жертвами коронавируса. Компас, телефон, вода и спички. Что взять с собой, отправляясь в лес? В ограниченном формате художественная галерея возобновила творческие мастерские. Далее расскажем обо всем подробно. Результаты первой фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разрабатываемой американской биотехнологической компанией Модерна, показали усиление иммунитета конфекции у всех участников тестирования. В испытаниях принимали участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. В результате было установлено, что после первого вакцинирования во всех трех группах у участников испытаний появились антитела коронавирусу в количестве и пропорциональном дозировке вакцины. После повторного приема их число увеличилось в несколько раз, причем наиболее сильно в группе испытуемых, принимавших наименьшую дозу вакцины. Во время приема прототипа вакцины примерно у половины испытуемых были выявлены побочные эффекты. Они включали усталость, озноб, головную боль, боль в мышцах, болезненные ощущения непосредственно в месте ввода вакцины. Исследователи отмечают, что в результате первой фазы тестирования вакцины они не выявили факторов, которые привели бы к пристановке дальнейших испытаний. Между тем, в российской лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СОРАН в Новосибирске получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Дальнейшее развитие этой работы послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19. По состоянию на 15 июля в мире зарегистрировано более 13 миллионов 300 тысяч случаев заражения. Из них в России практически 746 тысяч. За сутки количество больных в нашей стране увеличилось на 6422. Всего за время эпидемии болезнь победили более 523 тысяч россиян. Жертвами вируса стали 11 700 наших сограждан. 71 спортивная организация Нижегородской области возобновила тренировки. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин. Возобновляется работа организации доп. образования и организации, которые ведут спортивную подготовку. Очно в закрытом помещении можно заниматься троим, на открытых площадках – семерым. Сейчас остро стоит вопрос открытия ледовых арен и бассейнов для детско-юношеского спорта, подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов. Я поручил коллегам максимально оперативно подготовить объекты спорта, в том числе бассейны и ледовые арены. Надеюсь, что воспитанники наших учреждений смогут вернуться к спорту в комфортных и безопасных условиях. По состоянию на 15 июля в Нижегородской области зарегистрировано 20 763 случаи заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 229 новых больных. За все время эпидемии выздоровело 15 022 жителя региона. Жертвами вируса стали 312 человек. В Сарове зарегистрировали еще одну смерть от COVID-19. Скончался житель нашего города, который в тяжелом состоянии лежал в Приволжском окружном медицинском центре. Итого, за все время эпидемии жертвами коронавирусной инфекции стали уже два саровчанина. Зафиксировано 758 случаев заражения, 25 за последние сутки. Выздоровели 419 человек, плюс 15 за последние сутки. Госпитализированы 48 человек. 40 из них лечатся в КБ-50, 8 лежат в Помц, двое в тяжелом состоянии. Аналитики составили рейтинг основных параметров работы мечты на основе данных опроса россиян. Главный критерий для наших соотечественников – высокая зарплата. На втором месте – стабильность. На третьем – хороший коллектив. В группах Канала 16 в социальных сетях мы провели аналогичный опрос. На вопрос «Что для вас самое главное в работе?» можно было выбрать несколько вариантов. Важны высокая зарплата и хороший коллектив для более чем половины респондентов. Стабильную зарплату хотели бы 55%. Грамотное руководство требуется 40%. За комфортные условия труда проголосовали 37%, удобный график – 34%. Менее всего важна для сыровчан близость работы к дому – 13%. Купание на пруду буровом запретили. Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, вода там не соответствует требованиям законодательства. На протяжке пробы воды пока не показали наличие опасных микроорганизмов. Купаться можно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Баскетбольный клуб «Атом» получит грант в размере 300 тысяч рублей. Об этом стало известно по итогам конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. БК «Атом» получит поддержку на развитие баскетбола в Сарове, а также подготовку и участие в финале всероссийских соревнований среди любительских команд – суперфинале MLBL. Бессмертный полк снова решили перенести. По новым данным, всероссийская акция памяти пройдет 2 сентября. Об этом со ссылкой на источники во властных кругах сообщает издание «Ведомости». Напомним, в этом году празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса пришлось отложить. В конце мая президент Владимир Путин предложил провести марш Бессмертного полка 26 июля. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая Парад Победы на 24 июня. Но проводить в этот день еще и Бессмертный полк счел нереальным из-за невозможности обеспечить строгий режим безопасности. Станция юных техников объявила набор ребят на следующий учебный год. На выбор представлены 16 секций в двух основных направлениях техническое и художественное творчество, где дети могут попробовать свои силы в дизайне, авиа- и судомоделировании, ментальной арифметике и других областях. Запись осуществляется через информационный сайт навигаторов дополнительного образования Нижегородской области. В четверг, 23 июля, в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Ориентир». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан о возможностях трудовой деятельности, переобучения с учетом профессиональных склонностей, а также потребностей рынка труда в гражданах, старающихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. В Сарове звонки будут принимать по телефону 7-92-20. Каждый год из разных уголков области поступают сообщения о пропавших в лесу людях. Отправляясь за грибами и ягодами на пробежку или неспешную прогулку, городские жители часто теряют ориентиры и не могут выбраться из чащи. Что нужно брать с собой, отправляясь в лес, и что делать, если найти дорогу домой не удается? Об этом в нашем следующем репортаже. Отправляясь в лес, будьте готовы к тому, что вы можете заблудиться. Как бы хорошо вы не знали места, есть вероятность, что вы заплутаете и не сможете сориентироваться. Поэтому в поход за грибами и ягодами нужно отправляться максимально подготовленным. Продумать экипировку, взять компас, телефон, запас воды и спички. И очень важно идти в лес не в одиночку. Вы должны находиться в видимости того объекта, от которого вы отошли. От машины, от своего друга или сопровождающего. Вы его должны видеть. Не слышать – это обязательно, а видеть. Потому что со слуховыми восприятиями в лесу тоже бывают иногда нехорошие шутки. Еще одна опасность леса – дикие звери, змеи, клещи. Засчитать в них правильная одежда. Яркие цвета отпугнут зверей. Длинные рукава и брюки, заправленные в сапоги, создадут барьер для насекомых. Конечно, одежда должна быть удобной и непромокаемой. Иметь достаточно правильную экипировку для посещения леса. Не ходить в сандалиях в лес, не ходить в шортах в лес, поскольку там есть и насекомые. Ну, иметь при себе репелленты, элементарные навыки навигации и ориентирования в лесном массиве. Заблудиться в лесу может каждый, но всегда можно найти выход. Главное – не паниковать, внимательно прислушаться к лесу и идти на шум машин. А если все же не удается выбраться, в помощь – сотовый телефон. По уверениям спасателей, номер 112 доступен даже там, где не ловит сотовая связь. И если вы не знаете, куда идти, лучше оставайтесь на месте. Так больше шансов, что вас найдут. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Молодежный центр приглашает сыровчан принять участие в творческом конкурсе «Изоляция», который посвящен Всемирному дню навыков молодежи. Свою работу могут отправить все, кому уже исполнилось 14 лет. В каждой из четырех номинаций будет свой победитель. Подробности далее. Эти два рисунка акварельными красками нарисовали Артем и Глеб Шитовкины. На них изображен котенок с бабочкой и птичкой на носу. А это видео в группе ВКонтакте Молодежного центра прислала Светлана Краснова. На нем женщина рассказала об уникальных уголках нашего города. Все эти работы приурочили конкурсу «Изоляция», который посвятили Всемирному дню молодежи. Решили создать этот конкурс, чтобы узнать, сколько у нас творческой молодежи, и не только молодежи в городе, как-то разбавить их досуг, чтобы они не сидели дома, занимались чем-то интересным, чем-то позитивным, узнавали что-то новое для себя. Принять участие в конкурсе могут желающие от 14 лет. В четырех номинациях. Виртуальная презентация, культурный след, лучшее дистанционное занятие, я на дистанционке. На своей личной странице ВКонтакте вы выкладываете свою работу, фото или видео, прикладываете к нему свои данные и номинацию, в которой вы участвуете, и ставите хэштеги «Изоляция Саров», «Изоляция конкурс» и «Молодежный центр Саров». Заявки на конкурс принимаются до 20 июля, а 22-го жюри подведет итоги и наградят победителей памятными дипломами и подарками. Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 9-91-12. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Мастер-классы для пяти участников. Художественная галерея возобновила работу творческих мастерских. Все встречи будут проходить с соблюдением строгих правил Роспотребнадзора. О том, как будут организованы мастер-классы в условиях пандемии и что на них можно будет сотворить, расскажем далее. Сотрудники галереи с нетерпением ждут встречи с саровчанами. Уже открыты для посетителей выставки и можно прийти на экскурсию. С 20 июля в художественной галереи возобновляются творческие мастерские для юных любителей поделок. Мы сами хотим участвовать в своих творческих мастерских, как никогда. Пять дней в неделю, ровно в полдень, юные саровчане будут мастерить игрушки и декоративные композиции. За каждым днем закреплена определенная тема, но поделки будут разные. По понедельникам в мастерской будут делать ветроходы. По вторникам у нас будет зебра из серии «Единорог». Это так вот необычно, но мы делаем веселый, тоже движущийся зоопарк. У нас вообще мобилей в этом году будет достаточно много. По средам в технике объемного моделирования ребята займутся изготовлением цветочных композиций. Четверг – пиратский день, а в пятницу они будут делать говорящего крокодила. Творческая мастерская в художественной галерее будет работать до конца августа. Чтобы записаться на мастер-класс, нужно позвонить по телефону 702-87-664-09 или 702-94. Могут прийти семьи. У нас маленькие пока группы. Вот на сегодняшний день количество в группе ограничено пятью человеками. Все наши участники, и мы в том числе, должны быть в масках. На первом этаже для обработки рук приготовлены санитайзеры. Во время занятий дети сидят на расстоянии друг от друга. На пробное занятие пришли всего две девочки. Они делали поделку в ветроход. Яркие полоски из гофрированной бумаги забавно разлетались от дуновения ветра. Пирин Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, СОРОВ-24. Пейнтбольная команда «Реактор» стала бронзовым призером на первом этапе Кубка Москвы «Арексель-2020» в рамках отбора на Кубок России. Игроки уже начали подготовку к следующему этапу. К ним могут присоединиться все желающие. О прошедших соревнованиях и подготовке «Реактора» к грядущим состязаниям смотрите далее. Геннадий Соколов играет в пейнтбол около 10 лет. Спортивную карьеру начинал с чемпионатов в НИЭФ. А после понял, что эта игра затянула его серьезно, и он решил прийти в «Реактор». За время тренировок и соревнований Геннадий побывал во многих городах России. На последнем турнире в Москве команда пейнтбольного клуба «Реактор» заняла третье место. «Турнир чемпионата России. Отметить что-то, ну, слаженность команды только могу отметить. Свою личную игру не могу отметить ни хорошо, ни плохо. Это мне еще предстоит посмотреть. Себя по телевизору, работу над ошибками совершить над своими. Посмотреть, что у меня получалось, что не получалось». Третьим местом спортсмены «Реакторы» недовольны. Говорят, что могли занять первое. Проиграли из-за невнимательности. Один из спортсменов на поле выстрелил своего игрока. «В решающей игре в полуфинале, когда я уже выходил поражать змею и других игроков соперника, кто-то из наших среагировал на движение и сзади поразил в голову». В чемпионате по пейнтболу приняло участие более 20 команд из Москвы и Московской области. Это был первый этап отборочного тура. Впереди пейнтболистов ждет еще четыре. Они пройдут в середине августа. И если спортсмены по итогам чемпионата войдут в тройку лидеров, то они отправятся на всероссийские соревнования в Санкт-Петербург. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Сару-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин